Продолжение следует... 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 Вся Украина, потому что Донбасс это Украина. И мы понимаем, что следят все украинцы, а для нас все украинцы равны. Все те, кто живут сегодня на наших территориях и на временно оккупированных территориях, для нас все украинцы равны. И, честно говоря, вы знаете, действительно огромное количество проблем, которые нужно решать не только руководству, вам всем нужно решать, помогать всем гражданам Украины. И мы все должны показать всем наглядно, еще раз повторюсь, особенно тем украинцам, которые живут на оккупованных территориях, что мы все единая страна. Естественно, есть огромное количество проблем. Глобальные вопросы, о которых я без устали и буду повторять, и буду говорить, это прекращение огня. Вот сейчас здесь находится господин Сырский. Рад вас, батюшки. Да вы седайте. Мы были недавно в станице Луганской, видели, какие есть проблемы, проблемы глобальные. Пытаемся, правда, решить. Мы со своей стороны, я это откровенно заявляю, мы делаем все, чтобы идти. И да, мы возобновили минскую группу. Мы хотим все сделать и передаем постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем. Конечно, только мирным дипломатическим путем, потому что там живут наши, наукраинцы. Вот. И я понимаю, что вот недавно, слава Богу, началось и произошло разведение войск. Там все до конца мы еще не сделали. Мы обращались и к нашему уряду. Вы знаете, тоже с этим есть вопросы, потому что уряд есть, але дейючий уряд з'явится, теки після того, як буде нова Верховна Рада, найближчим часом це вже буде. Мы це верим. И мы отправляли группу, я обращался к премьер-министру, отправляли группу по поводу восстановления моста в станице Луганской. Я тоже верю, что вот мы к этому приближаемся и мы решим этот вопрос. Глобальные вопросы, которые поднимаются, это нормальное водоснабжение на Донбассе. Я знаю, что это критический сейчас вопрос здесь. Я общался, опять же, с премьер-министром. Мы хотим, в принципе, на уровне нашего уряду и на законодательном уровне не дать возможности, в принципе, отключения от воды Донбасса. Мы подняли этот вопрос. Сегодня он мне буквально несколько минут назад отчитался. Сказал, что он на Кабмине поставил этот вопрос. Вопрос поставил ребром. Я надеюсь, что это будет. И мы не будем возвращаться. Моторского аэропорта. Погашение задолженности по зарплатам шахтерам. Я думаю, чтобы решать эти вопросы и множество других, которые связаны с гуманитарными, социальными миссиями на Донбассе. И я думаю, для этого нам не надо все время говорить, что те виноваты, виновата война. Я думаю, что мы обязаны это сделать параллельно. Параллельно заканчивая войну, но параллельно мы должны думать о наших людях и восстанавливать действительно Донбасс. Я хотел бы с вами поделиться такой информацией. Уже в сентябре мы проведем большой инвестиционный бизнес-форум в Мариуполе. Туда приглашаем инвесторов со всех стран. В Канаде я уделил этому 19 встреч. Мы и с Диаспорой говорили, и со всеми, и в Германии встречался и с бизнесом, и во Франции с бизнесом. Объяснял, как это нам важно сегодня инвестировать в Донбасс, чтобы на темчасово окупованной территории люди бачили, что у нас действительно страна меняется. Меняется не на словах, а на поступках. Я думаю, что мы все это осенью обязательно почувствуем. Я бы хотел и к вам обратиться, и ко всем присутствующим. Хотел бы вас тоже всех пригласить, посетить это большое мероприятие, не побоюсь этого слова, стратегического характера для Украины. Важная вторая история – это возвращение ментальности наших людей, ментально возвращение людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Это стабильная выплата пенсий, это удобное пересечение КПВВ. Все это очень важно. Вы знаете, много вопросов, на них мы можем с вами, я думаю, дискутировать долго. Но я хотел бы сейчас представить нового главу войсковой цивильной администрации Павла Александровича. Но мы уже договорились, начиная с администрации президента. И вот тут меня объявляли по отчеству. Мне, конечно, очень приятно, но мы все люди должны быть простыми, и все мы равные с вами, потому что живем в такой равной стране, свободной. Так что я хочу просто представить Павла Кириленко. Вот. Прошу любить и жаловать. Можно поаплодировать. Да. Ну, собственно говоря. Тут все равно написано Павло Александрович, так что Павло Александрович, я вас и витаю, будь ласка. Не підведите. Если можно, два слова. И сейчас, подчекайте. Да, и хочу подписать указ президента Украины про призначение Павла Кириленко. А тут, бачите, написано уже Павла Кириленко. Про призначение Павла Кириленко, главой Донецкой областной державной администрации, військовой, військово-цивильной администрации. Вот теперь все правильно, будь ласка. Дякую. Вы можете что-то сказать? Вы не волнуйтесь. Люди на Донбассе все свои. Люди открытые. Сейчас действительно очень сложное положение. Но это настоящие перед вами действительно патриоты, потому что защищать страну здесь, это очень сложная задача. Так что мы вас очень просим принять этого человека, принять тепло. И вы знаете, я понимаю, что сейчас под микроскопом любые мои призначения. Да, поэтому если есть какие-то вопросы, задавайте, с удовольствием ответим. Но, как говорится, надо помогать человеку и обязательно дать шанс. Спасибо. Спасибо большое, господин президент, за доверие, оказанное мне. Много слов говорить не буду, более того, громких слов. Я приложу все усилия, чтобы доказать это делом. И те задачи, которые ставятся передо мной, перед моей командой, будут выполнены и будет достигнут поставленный результат. Все, и те задачи и цели, которые будут мной озвучены, они будут озвучены уже в рабочем порядке. Я надеюсь и убежден, как-то скажут, в пледной співпрации, как с правоохранными органами, с органами местного самоврядувания, с райдержадміністрациями, после призначения уже голев райдержадміністрации, и також с объединенными территориальными громадами, после того, как они будут також створені, и цей процесс будет завершений. Спасибо еще раз. Я надеюсь на поддержку и готов работать на благо Украины. Спасибо. Я знаю просто, я про Паш, извините, пожалуйста, я хотел бы, знаете, если можно, еще пару слов. Мы летели уже с утра, я видел там огромное количество информации с приводу того, что брат, значит, Паш работает там где-то, значит, в ДНР, служит и так далее. Смотрите, я понимаю, что ему неудобно об этом говорить. Давайте я скажу. Очень важная ситуация, значит, мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить. Естественно, у Паши, можно говорить Паши, да? Да, у Паши там семья, там родители его, и там брат, с которыми человек, с родителями, естественно. Родители, мы все знаем, какое время, родители там живут, это их земля, они считают себя украинцами, они никуда не хотят переезжать. Я понимаю, Паша предлагал родителям и так далее, все это понятно, это их выбор. Вот. А что касается там брата, я знаю, Паша, это больной вопрос, поэтому я взял на себя смелость об этом сказать. Ну, с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям. Сам Паша покинул эту территорию, находится в Украине, работает в Украине с первых дней оккупации наших территорий. Так что обязательно, когда мы вернем Донбасс, а мы его обязательно вернем, я знаю, что много разбитых семей из-за войны, я думаю, что для него это очень больной вопрос. Да и близкие люди. Так что он такой же украинец, как и мы, попрошу не делить нас на своих и чужих. Людей, которые живут сегодня на временно оккупированных территориях, они такие же украинцы, дефектов у них нет. Да, пожалуйста. Да, еще хочу, ты хочешь сказать? Да, пожалуйста, это Сергей Тропимов, замглавы администрации. Уже офис, а ты включи, Кнович. Уже офис, извините. Слышно меня? Да. Хочу сказать, что мы доверяем Павлу Кириленко, это важно, и уважаем его мужество и решимость, с которой он взял на себе эту ответственность. Это очень ответственная часть страны, очень непростая ситуация. Со своей стороны тоже хочу попросить всех помогать ему, подставить плечо в эту трудную минуту, особенно в сложных моментах, дать ему время, возможность адаптироваться, вникнуть в дела, объяснить, где там есть какие скользкие моменты. И цель команды президента одна, это улучшить жизнь украинцев. Как бы противоположной цели, другой цели нет. Вот мы в этом ключе и двигаемся, прошу всех в этом вопросе помогать. Хочу еще добавить, сейчас активно распускают слухи, прикрываются фамилии моих, предлагают за какие-то цифры, деньги, организовать встречу со мной, решить те или иные назначения. Сразу хочу ответить на все эти вопросы, ложь и провокация. Вот, никто ни копейки не потребует такой задачи, не поставит от сегодня до конца нашей службы, нахождение на ней. Поэтому хочу, чтобы вы это знали. Если кто-то к вам приходит, пожалуйста, транслируйте им это. Звоните, я вас был. Звоните, я вас был. Спасибо всем большое. Спасибо. Что еще надо? Какие еще вопросы? Не вопрос? Какой, Тань? Все? Что-то короткий у нас рабочий день с вами. Да? Спасибо большое. Надо было бы, конечно, по-хорошему, еще поблагодарить за работу всю администрацию, которая была до Паши, до главы администрации. Давайте, если вы не против, спасибо вам большое за работу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok